доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале эрзон game и сегодня мы с вами поучаствуем в одной из серий из цикла будни работяги на дворе хорошая погода а значит можно поехать и подзаработать денег и сегодня будет у нас одна из интересных профессий водитель автобуса который встречается на многих проектах но к сожалению не на многих проектах арми 3 а мы находимся как раз на одном из серверов арми 3 проект арсенал game ну и давайте выдвигаться одной из целей которые я для себя поставил это заработать порядка 100 тысяч местных денег для того чтобы обновить свой автопарк автопарк надо сказать у меня не богатый он состоит вот из этого москвича и еще одной тоже отечественной машинки поэтому хочется заработать около ста тысяч я уже приценился чтобы продать в результате вот этот москвич вторую мою машинку и купить что-то уже более свежее свежего года ну а живу я вот в таком вот поселке это местный совхоз соответственно машина мне очень и очень необходимо транспорт сюда не ходит тот же автобус на которую я устроился работать до сюда не доходит поэтому без колес ну тут как без воздуха я бы так сказал поэтому приходится преодолевать такое расстояние для того чтобы добраться до моего места работы на который я устроился буквально на днях и в отличие от моего прежнего места работы в котором я был устроен до этого а это была дорожно-ремонтная служба где я работал простым рядовым сотрудником там надо устраиваться через начальство на этой же работе работе водителя автобуса никакое начальство мне не нужно мы приходим и устраиваемся для этого нужно только иметь категорию c то есть грузовой автотранспорт ну а что касаемо расположения центрального автовокзала то он находится в центре карты что удобно для всех где бы вы ни жили вам надо ехать центр карты недалеко от аэропорта и находится и центральный офис и таксомотор и автобусный вокзал в общем то очень удобно также есть и вторичные точки на на конце каждого маршрута вас будет ждать еще одна контрольная точка и если вы не хотите отправляться в обратный рейс вы можете просто его не брать возвращаться сюда на автовокзал повторно уже не нужно все зависит от вас хотите едете не хотите не едете ну что ж идем и получаем наш маршрут пока маршрут только один и выдается пока что вот такой вот автобус автобус очень красивый и у нас например в питере ездят точно такие же только раскрашены в зеленые цвета автобус хороший удобный мягкий ну и можно заметить что этот автобус класса городского транспорта они междугородней а рейсы здесь пока еще только междугородный поэтому в дальнейшем начальство обещала данный транспорт поменять на более комфортабельный для междугородных перевозок поэтому пока что ездим на таком и ждем лучших времен а пока приступаем к работе потому что денежки сами не заработаются автобус многофункциональный как вы видите можно открывать водительскую дверь пассажирскую дверь средний ряд дверей задний ряд дверей все открывается в общем-то на остановках можно этим пользоваться если есть пассажиры если нет пассажиров можно не открывать двери но стоять надо хотя и это тоже надо сказать не доработано еще я должен отметить что данный маршрут данные рейсы данная работа введены абсолютно недавно я можно сказать один из первых кто этим занимается пока еще немножко сыровато но задумка очень нравится и вообще хочется сказать что работать вот на этом автобусе хотя он и не подходит для этого маршрута очень приятно автобус мягкий но к сожалению очень низкий если вы играли например в симулятор автобусов омси ну да это конечно не омси но что-то общее здесь есть управлять этим автобусом очень приятно он едет и и переваливается сбоку на бок очень мягенько приятно модель сделана вообще беззвукоризненно я бы сказал так работают все приборы работает даже прибор топлива не часто это встретишь на этом автобусе это есть кончается бензин стрелка вам это покажет ехать очень приятно автобус разгоняется неспешно надо сказать и отметить что автор данной модели ну просто молодец поработал на славу автобус неспешный он разгоняется неспешно также неспешно останавливается то есть продумано практически все в этом автобусе и его посадка низкая и открывание дверей и как располагаются пассажиры в салоне все все очень грамотно сделано к сожалению как я сказал пока еще работа не без косячков но это даже интересно вот такие вот места а все мы знаем что в армии вот эти стыки мостов и дорог они опасны даже на стоковой карте это может быть опасно поэтому такие вот места проезжаем аккуратненько и ничего с вами не случится как я сказал дальнейшем руководство хоть хочет добавить сюда другие автобусы более высокие междугородного класса поэтому эти автобусы уйдут на другой маршрут они останутся но будут на другом маршруте на этом маршруте будет ездить уже другого класса автобус но это мы может быть в дальнейшем увидим после преодоления вот этой вот трудности моста а он на этом маршруте всего один можно смело притопить педальку автобус не быстрый 100 110 километров в час а большего и не надо это городской автобус ну хоть автобус то городского типа но маршрут междугородний но это не значит что весь маршрут мы будем просто тупо ехать маршрут оснащен остановками на каждой остановке и вы сейчас это увидите стоит вокзал для приобретения билетов парковочное место для автобуса и остановка на которой можно ждать этого самого автобуса как это выглядит вы сейчас видите все сделано красиво по-человечески я бы даже сказал какой то есть уют вот в этом во всем на эти остановки приятно заезжать нету таймера вот как это можно увидеть на проекта gta да где вас заставляют стоять 10-15 секунд здесь к сожалению или к счастью уж не знаю решайте сами пока этого нету пока все на уровне рп и вашей в общем-то совести совести игрока я останавливался на всех остановках проезжал останавливался и даже открывал двери но это просто для того что мы находимся на роли play проекте но это надо делать и я это делал но пока никакого принуждения нету но и в принципе эта работа пока еще просто как работа остановки не задевают ключевые места ключевые точки проекта поэтому это просто такая вот работа и работа я вам скажу не самая плохая из того что я вообще видел на подобных проектах мне ездить по этим остановкам на этом автобусе очень и очень понравилось он мягкий он удобный да он великоват он великоват но как я и сказал в дальнейшем будут другие автобусы может быть зайдем еще на это посмотрим но пока это вот так ну и еще один аспект данной работы сейчас вы это можете увидеть на данном проекте реализована система чистки дорожного покрытия есть дорожная служба в которой я когда-то работал и это я вам показывал можете посмотреть вот по этой вот ссылочки и она вот таким вот образом пересекается с этой дорожной службой чтобы вам возить людей и ездить по маршруту спокойно вам надо просто даже я бы сказал необходимо связаться с дорожной службы и попросить их почистить дорожные участки где есть ремонтные сложности а таким образом появляется еще одна точка для взаимодействия между организациями ну и самими игроками а я например считаю что на роли play проекте вот таких вот пересечений точек взаимодействия между игроками должно быть как можно больше потому и будет интереснее играть в дальнейшем и общаться с людьми ну а мы продолжаем наши маршруты как вы можете понять остановка здесь не одна остановок приличное количество точно не могу вам сказать но остановок будет порядка трех может быть пяти вот где-то так ну это по крайней мере вот на этом вот маршруте все остановки все остановки за исключением одной возле полицейского управления все остановки оборудованы а это как раз вот то что я недавно показывал на одном из проектов gta-5 где тоже была работа водителя автобуса но остановки были прямо посреди дороги вот едешь-едешь горит посреди дороги маркер причем такого цвета что ты даже не видишь того что находится за маркером и тебе надо остановиться здесь же как вы можете заметить но все продумано остановка вы съезжаете на эту остановку то есть не мешая остальному потоку если здесь кто-то несется он вас не врежется он не собьет людей его не обвинят в рдм так что ну я считаю что продумано все очень здорово еще один из плюсов это то что вам не нужно петлять по карте вы едете по федеральной трассе это я и говорил например на проекте монополия вот по этой ссылочке можете посмотреть проект монополия там как раз вот этого и не хватало там надо было все время открывать карту смотреть где у вас загорелась на карте следующая остановка здесь если вы можете заметить горит маркер через всю карту как только вы заехали на остановку маркер перепрыгивает на следующую остановку и у вас нет никаких трудностей чтобы найти куда вам ехать ехать все время надо по федеральной трассе за исключением города ковалы вот как вы сейчас можете заметить мы заехали в город ковалу здесь будет у нас конечная остановка и вот здесь чуть-чуть нужно будет попетлять по узким улочкам до автобус городской но он очень большой поэтому здесь нужно максимум аккуратно его выворачивать и по этим маленьким и узким закоулочкам но даже это почему-то вот на этом автобусе ну как-то приятно вот мне даже понравилось крутиться вот на этом здоровенном автобусе по этим маленьким узким улочкам действительно сделано прикольно ну и мы с вами подбираемся уже конечной остановке как я сказал самом начале ехать обратно вам не обязательно если не хотите можете не брать обратный рейс но если есть желание а у меня ну например было я взял обратный рейс как я и сказал есть центральный вокзал где мы берем маршрут а есть вот такие вот второстепенные точки где вы можете либо продлить маршрут либо его закончить к сожалению пока еще есть одна недоработка у авторов закрыть вообще работу пока что нету то есть если я хочу выключить вообще и отказаться от этой работы такого нету я могу не брать обратный маршрут но к сожалению маркер так и будет у меня гореть отказаться от работы я не могу ну а сколько я заработал вы сейчас видите в правом верхнем углу 40 тысяч за один маршрут ну а дальше думайте сами хотите заработать еще берете обратный не хотите ну и не хотите на данный момент автобус на котором вы сюда приехали лучше отогнать как вот я это сейчас сделал отгоняем его подальше от остановки и выходим идем к стойке для того чтобы взять обратный маршрут про который я говорил хотите берите хотите нет я беру обратный маршрут появляется новый автобус тот автобус на котором мы приехали естественно исчезает и мы отправляемся в обратный путь обратный путь я показывать не буду я специально зацепил такое время чтобы можно было посмотреть и на дневную работу и на ночную работу ночи на проекте очень темный но есть пнв в общем то вы можете водить автобус и с прибором ночного видения но я их не люблю поэтому я ездил просто при свете фар как которых в общем то ну достаточно хватает хватает света фар есть участки где лучше не гнать потому что дальность все-таки уже не то не то чтобы днем но все равно в ночное время со светом фар тоже очень интересно покататься автобус ведет себя я уже говорил очень мягенько приятно повороты очень очень мягкие ну вот действительно если кто-то играл когда-нибудь в симулятор автобусов да вот самый знаменитый из них омси который я тоже попробовал поиграть вот что-то мне напоминает вот эта работа как раз таки работу на симуляторе автобусов омси я играл в омси 2 прикольно да здесь нету таких наворотов как в омси чтобы например выписывать билеты там самому себе назначать маршрут такого нету но вот само управление автобусом она вот какое-то я не знаю как это передать это знайте надо зайти и попробовать во-первых на этом проекте переделаны дороги дорога федеральная трасса по которой мы ездим она перелопачена она другая другие повороты другие бугорки и по ним автобус идет так мягко вальяжно это надо попробовать это надо попробовать поэтому рекомендую зайти попробовать и ну и может быть отписаться в комментариях понравилось вам или нет как говорится на вкус и цвет приятели то нет мне она понравилась не знаю как вам но мне эта работа очень понравилась зарабатываются деньги я бы сказал достаточно легко вы едете по прямой но практически по прямой вот опять же таки а в отличие от например того же проекта монополия где я эту работу тоже показывал тоже был подобран неудачный автобус и там надо было ездить постоянно по проселочным дорогам по каким-то глухим деревням все время поворачивая направо налево автобус время застревал и я еще там сказал что было бы лучше если бы автобус направили по федералке и вот здесь как раз таки автобус идет именно по федералке я показывал есть всего одно место это мост где надо себя вести аккуратно но это даже придает какого-то шарма этой профессии но а в остальном все очень и очень просто работа интересная я как говорится рекомендую ну и тем временем мы уже добрались до конечной остановки конечная остановка это все тот же самый вокзал откуда мы и начинали повторюсь что вы могли бы и не приезжать сюда если вы например устали и не хотите так распланирована грамотно эта работа что не надо делать кольцо опять же таки как вот это было на проекте монополия вам надо было обязательно вернуться туда откуда вы начали здесь это делать не обязательно и это упрощает с какой-то стороны вам жизнь что ли на этой профессии если вы смотрите и видите что времени у вас маловато все не берите обратный маршрут таким образом мы зарабатываем еще 40 тысяч ну и все ставим наш автобус к сожалению пока я не могу закрыть рабочие занятия совсем маркер к сожалению меня так и будет висеть ну и отправляемся домой поставленную самим собой цель заработать около 100 тысяч я выполнил я заработал 80 тысяч только на записи этого ролика ну и еще раз прокатился для того чтобы у меня было действительно 100 тысяч поэтому теперь я могу поменять своего москвичонка на что-то более достойно в этом ролике я не буду покупать машину наверное если еще зайду то мы это сделаем все вместе ну а пока я доволен тем что я перешел на другую работу хотя работа дорожного строителя дорожного служащего мне тоже очень нравилось я ее показывал и по ссылочке можете посмотреть ну а сейчас я выполнив свою задачу отправляюсь обратно в свой совхоз где я в общем-то и проживаю заходя на этот проект что касаемо работы то мне она понравилась работа хорошая да еще пока сыроватая но я уверен что разработчики доведут ее до совершенства и она будет выглядеть очень и очень неплохо такая вот у меня получилась серия из цикла будни работяги кому понравилось заходите играйте пробуйте получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго